здравствуйте мои дорогие любимые самые лучшие зрители на свете я очень рада что встретилась с вами в сегодняшнем видео в нем я предлагаю рассмотреть прекрасный аромобокс от рандеву который называется топ 8 аромата джо малон очень интересовал меня этот бренд он сейчас на пике популярности все о нем говорят все его покупают и множество ароматов от этого бренда становятся бестселлерами здесь все парфюмы виде одеколонов то есть это облегченная версия из-за чего они легкие свежие ненавязчивые и очень модные я несколько парфюмов от этого бренда уже слышала они мне понравились большинство из этих сегодняшних парфюмов я мечтала услышите познакомиться с ними я почему-то уверена что ну что-нибудь из этого точно мне захочется в полноразмерной версии очень красиво все выглядит внутри здесь все флакончики вы можете посмотреть они все примерно стандартные то есть нет здесь каких-то оригинальных каких-то разных флаконов все они вот под такой один стиль идут и все очень так лаконично выглядит при этом и давайте уже скорее приступать но перед этим напоминаю что все ссылки оставлю для вас в описании и на аромобокс и на каждый из этих парфюмов по отдельности можете просто какой-нибудь пробник один купить и послушать если вам особенно понравится мое описание его и также напоминаю что есть скидочный промокод на 10 процентов у меня в описании который называется 10 love shop применяйте его при заказе и сумма вашего заказа уменьшится на 10 процентов да этот промокод многоразовый он постоянный вы можете его запомнить и применять при всех своих заказах очень хорошо таким образом сэкономить и давайте уже приступим наконец к первому аромату он верно самый популярный от этого бренда blackberry and bay называется и здесь солирующая нота это ежевика как раз та самая blackberry кроме ежевики здесь лавр грейпфрут кедр ветивер и цветочные ноты какой нежный аромат очень нежный очень приятный очень сочный идеально подойдет на лето он не громкий не придушающий удивительно красивый нежный сочный и не кислый и не сладкий и не горький он просто вот какой-то такой свежий приятный грейпфрут здесь очень хорошо ощущается ежевика она здесь тоже такая натуральная совершенно не приторная не сладкая лавр очень красиво здесь звучит все это так освежает и придает такой пряности кедра ветивер цветочные ноты замечательный парфюм очень очень красивый я в аналоговой парфюмерии его слышала и он мне понравился там но оригинал конечно просто в миллиард раз красивее нежнее чувствуется что здесь очень дорогие ингредиенты и это действительно что-то очень легкое чем вы можете облиться после душа и от вашей кожи от ваших волос будет просто очень нежно и свежо пахнуть вот этими красивыми ежевикой грейпфрутом лавром и легкими древесными нотами второй аромат тоже очень популярный тоже много раз слышала о нем это english пир энд фрезия то есть груша и фрезия это исключительно женский парфюм здесь верхних нотах груша и дыня очень натуралистично и сразу же здесь вливается роза которую я уже ощущаю даже можно было в ноты не смотреть то есть здесь груша дыня и роза плюс фрезия сейчас добавляется бело цветочная и база здесь мускус пачули ревень и амбра роза здесь звучит громко она вливается практически сразу и я могу сказать что это все таки солирующая нота в этом парфюме несмотря на то что здесь вроде как груша и фрезия заявлено основными нотами нет я розу узнаю везде это все таки роза в окружении теплые мягкой груши дыни и фрезии все больше я здесь особо ничего не чувствую база я думаю что придет немного позже в общем всем любителям роз нам сюда дальше следующий парфюм очень интересный лайм базил энд мандарин этот парфюм уже для мужчины для женщин здесь верхние ноты лайм мандарин и бергамот в общем те самые которые заявлены в названии ой 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 как красиво да лайм мандарин бергамот лайм здесь очень яркий очень сочный такой что даже слюнки побежали очень красивый такой свежий такой прям вот зеленый зеленый мандарин здесь его оттеняет подчеркивает и бергамот то есть представляете три цитруса таких красивых самых ароматных парфюмерии но лайм здесь это просто нечто дальше средние ноты вот они только начинают вливаться это базилик чабрец сирень и ирис базилик очень красиво здесь звучит чабрец сирень ирис придает пудровости сирень тоже здесь вступает в общем такие три сиреневых цветка и база ветивер и пачули вы знаете это потрясающе красивый парфюм от самого начала до самого конца все эти ноты они просто изумительные он меняется три раза до понимаете абсолютно меняется кардинально три раза но все эти перемены они великолепны то есть все здесь постоянно трансформируется немножко затухает одна нота но начинает вливаться другая затухает еще одна вливается еще одна то есть постоянно какое-то волшебство происходит но она она просто восхитительно здесь все ноты подобраны так что нет ни одной лишней и они просто действительно какую-то сказку здесь творят это очень красиво это сейчас по-прежнему очень красиво но это ветивер и пачули с легким-легким добавлением вот этих верхних потрясающе мне кажется самый красивый наверное у них аромат потому что что-то более красивое мне кажется невозможно придумать нужно его как-то уже все-таки заказать в какой-то версии побольше дальше следующий парфюм тоже интересный это нектарин blossom and honey то есть цветок нектарина и мед давайте посмотрим это парфюм для мужчин и для женщин и здесь очень красивые ноты заявлены боже я теперь понимаю почему этого бренда столько поклонников действительно такие интересные необычные парфюмы здесь я какую-то шампунистость вот слышу издалека верхние ноты зеленые ноты черная смородина петит грейн почему-то вот какая-то шампунистость мне слышится так интересно слышите как после душа мне кажется вот тоже будет классный такой парфюм потому что он будет вашу свежесть продлевать пока мне его понять очень сложно то есть это зеленая трава причерстная смородина плюс чай дальше средние ноты нектарин белая акация и база это персик слива и ветивер это что-то крайне непонятное для меня но это очень что-то свежее опять же что-то вот такое какое-то шампунистое для меня но вот выделить вот эти ноты я не могу если прошлое абсолютно понимала 1 я абсолютно понимала здесь не на просто шампунем пахнет каким-то прикольным следующий парфюм называется ут и бергамот мы с вами этот парфюм уже слушали в прошлый раз и я вам о нем говорила что он для меня слишком мужественный хотя заявлено что это аромат унисекса для мужчин и для женщин и да действительно все так и есть здесь очень много у да он смоленистый он горький он очень насыщенный и он очень мужество бергамот это слегка охлаждает такой от цитрусовой горчинки придает беженский кедр здесь усиливает эту древесность апельсина и лимона здесь совсем чуть-чуть они на подпевках и например если от от ванклифф энд арпелс для меня приемлем как женский то этот от мне кажется он прям такой исключительно мужественно либо конечно для очень сильных женщин которые хотят подчеркнуть свою силу независимость такой знаете вот наравне с мужиком то есть знаете надушилась вот этим вот пришла села в офис рядом с мужиком в глаза ему посмотрела и сказала ты знаешь я тут как бы вообще нисколько не ниже не меньше не глупее и вообще как бы ничем не хуже тебя мы тут чтобы вообще на равных будем так вот время еще пройдет и подумай может быть и ты тут будешь у меня под каблуком ну вот как-то для такой женщины для такой женщины этот парфюм если вы хотите быть такой женщиной которая вот так вот глаза мужику посмотрит и скажет мы тут еще посмотрим кто кого посмотрим кто тут еще кем будет командовать вот то вам конечно сюда вот следующий парфюм пионе and blush sweet так сейчас посмотрим что это значит такого я не видела у них парфюма название мне не знакомо но не все же мне должно быть знакомо это аромат для женщины я вот 10 пион уже ощущаю верхние ноты красное яблоко средний пион роза жасмин говоздика в виде цветка и базовые ноты это замша ну очень интересно ой какое здесь красное яблоко и сразу же пион сюда вмешался вот он прям очень быстро вмешался как-то красное яблоко в виде соло мы недолго провдыхали буквально несколько первых секунд хотя вы знаете ощущение что сейчас пионы ходит и наоборот и красное яблоко как-то ярче становится в общем тут какая-то неоднозначная пирамида сейчас я красное яблоко прямо ощущаю в полном соку как говорится ой ну красиво такой женственный аромат знаете яблоко роза пион жасмин и гвоздика необычно кто любит розу вы ее здесь почувствуете вам сюда и замши здесь какая-то очень нежная не мужественная такая знаете не жесткая замша какая-то такая даже пудровая я бы сказала замши это же вообще аромат замши это кожа плюс пудровые ноты и получается замша вот интересно но все-таки ничто не переплюнет третий парфюм боже какой он прекрасный ну потому что олеся ищет какие-то вот базилики сейчас в последнее время так дальше следующий wild blue bell давайте посмотрим для кого он для женщин и ноты здесь вот что-то мне кажется мы с вами его тоже уже смотрели прям такие ноты да более знакомые мне кажется тоже этот парфюм должен мне понравиться потому что есть верхние ноты колокольчик роса зеленые листья и гвоздика в виде пряности вот вы можете объяснить как можно ноту росы вообще добавить в парфюмерию а парфюмеры могут колокольчик это какой-то очень нежно пахнущий цветок такой лесной ой я здесь почему-то какую-то кислинку чувствую а откуда здесь эта кислинка здесь ее не должно быть вот когда я первый раз вдохнула первое слово которое пришло на ум кислый да нет но это вообще не похоже на описание я вообще тот аромат открыла wild blue был а здесь wild blue был да blue был это наверное колокольчик есть да дикий дикий колокольчик ммм прям кислый такой парфюм и вот если его долго вдыхать у меня прям виски начинают на него реагировать и никакой гвоздики я здесь не чувствую средние ноты хурма персик и базы это мускус и пудровые ноты нет это очень что-то кислое от чего у меня голова прям разбалелась и последний парфюм я его хорошо знаю я даже можно сказать помню как он пахнет он очень хороший он прекрасно подойдет на лето это вот sage and sea salt для мужчин и для женщин да он красивый потому что здесь шалфей в нотах здесь морская соль шалфей грейпфрут омбретто и морские водоросли по-моему он мне в прошлый раз понравился морская соль да в виде ноты ой действительно морская соль плюс шалфей плюс грейпфрут омбретто такая пряность какая-то интересная морские водоросли ой-вы-вы как сейчас омбретто хорошо звучит такая приятная шалфей ой-вы-вы очень красивый парфюм он прям реально на лето будет крутым хотя мне кажется и сейчас им напшикаться и как-то так свежо себя ощущать ой ой-ой-ой шалфей это конечно что-то я прям не могу остановиться но в общем что по итогу мне не понравилось только два парфюма остальные все очень крутые прям вообще понравились особенно понравился третий понравился последний первый по-моему да и четвертый ну в общем аромабокс действительно достойный я прям все на себе обязательно прослушаю ну я думаю что парочку то я точно закажу мне так хочется уже этот флакончик знаете в руках подержать потому что ну у всех уважающих себя парфманьяков ну хоть один флакон то имеется это как мансыра ну то есть нет ни одного парфюмерного маньяка у которого нет мансыры ну то есть это как-то вот прям даже непорядочно не иметь ни одного аромата от мансыра да и мне кажется вот уже этот бренд джо малон он уже вот как-то вот можно его в одну линию с мансырой поставить то есть если вы считаете себя любителем парфюмерии то как-то грех не знать ни одного аромата от этого бренда хочется мне хочется флакон вот этот вот третий и последний прям очень хочется и там ценники на них по-моему вообще нормальные я как-то смотрела у них 8 миллилитров были флаконы на рандеву ну вот и все основная часть сегодняшнего обзора подошла к концу мне кажется этот аромабокс просто крайне удачный редко бывает такое что из всего аромабокса в меня не попали всего два парфюма остальные все просто вот в точку все в цель с удовольствием буду прямо с сегодняшнего дня ими пшикаться вот прям пойду сейчас гулять в минус 28 и как напшикаюсь каким-нибудь последним наверное и буду себя очень классно чувствовать вот напоминаю что все ссылки вы найдете в описании и на этот великолепнейший достойнейший аромабокс и каждый парфюм я вам отдельно оставлю на него ссылку то есть вы можете просто какой-нибудь один парфюм себе сразу же заказать не забывайте воспользоваться моим скидочным промокодом также хочу вам напомнить о том что у меня появился мой телеграм-канал парфюмерный обязательно на него подписывайтесь я вам ссылку оставлю в описании я там продаю свои парфюмы которые решила себе не оставлять решила почистить свою коллекцию потому что такую огромную коллекцию иметь уже неприлично которая не помещается в два уже ящика я физически стольким не воспользуюсь у меня уже больше 50 ароматов это точно поэтому я выставила то что ну физически не израсходуется и будет очень жалко да а цены поставила на 40% ниже самой низкой цены на рынке поэтому если вы хотите какой-то из этих парфюмов я вам с деком отправлю на следующий же день и будете вы обладателем того парфюма о котором мечтаете но по очень сильно сниженной цене также я создала телеграм-канал с товарами которые с алиэкспресс продаю после обзоров там тоже ценник я очень низкий поставила чтобы вы могли себе позволить опять же то что хотели и я избавилась от лишних вещей которых в моей квартире уже много накопилось вот и ремонт конечно сейчас есть столько денег что даже вот хочешь не хочешь а приходится просто вот доставать все то что ты не носишь все то чем ты не пользуешься и как-то эти вещи превращать в деньги потому что какие сейчас дорогие старые материалы мне все об этом говорили но я как-то не боялась а сейчас я сталкиваюсь с тем что мне нужно заказать получается теневой профиль на потолок теневой плинтус на пол и световые линии это в маленькую съемочную комнату и вот эти три элемента в нужном количестве метров обходится в 33 тысячи рублей плюс еще доставка неизвестно сколько то есть представляете да какой тут масштаб всего этого и понятное дело что нужно очень много работать и нужно конечно продавать то что все они как руки не доходили продать поэтому нужно стараться чтобы все это потянуть вот спасибо вам огромное за просмотр я за просмотр тоже какую-то копеечку наполучаю особенно если вы смотрите через vpn также обязательно еще вам напоминаю можете воспользоваться прекрасные акции от альфа банка которая еще идет если вы не пользователь этого банка вы можете заказать бесплатную кэшбэк карту по моей ссылке в описании там очень простые условия вы их выполняете ну просто очень простые условия вы заказываете эту карту вам ее курьер доставляет на дом или вы можете в отделении банка забрать дальше вы по ней просто любую покупку на любую сумму совершаете и вам через несколько дней тысячу рублей в подарок приходит вы ей можете воспользоваться как вам угодно эта карта бесплатная обслуживание бесплатное все абсолютно у нее бесплатное и потом в этой кэшбэк карты будете пользоваться и за каждую свою покупку будете возвращать полтора процента вот у меня в месяц приходит ну разное количество денег вы спрашивали как то я видела один комментарий такой под одним роликом ну вы говорите что вы хорошие деньги возвращаете ну скажите уже какие вы деньги возвращаете ну слушайте всегда по-разному смотря какие траты то есть когда я ремонт делаю то у меня больше двух тысяч выходит там с одной карты с другой карты у меня две карты одна у мастеров вторая у меня ну там прям хорошие деньги выходят больше двух тысяч да с каждой карты если это обычный месяц ну рублей 600-700 смотря что покупаешь сколько покупаешь у меня был одно время бездик я как-то очень много всего покупала заказывала везде и на Вайлберис и на Алиэкспресс сейчас как-то уже успокоилась с этим но вот последние месяцы опять же с ремонтом связаны ну на какую сумму смотря купите но всегда вы знаете меньше четырехсот рублей даже пятисот мне кажется у меня никогда не было за месяц то есть все равно это ну согласитесь это хорошие деньги 500 рублей на дороге не валяются так что вот обязательно воспользуйтесь этой прекрасной акцией она абсолютно бесплатная ну и в конце этого видео хочу поговорить с вами о сериале который меня очень зацепил который мне очень понравился я этот сериал посмотрела как раз в ту самую неделю после своего сильного эмоционального потрясения и после того как пошла работать психологом не хочется мне если честно уже эту тему усолить уже по-моему это даже как-то неприлично но сказать как я пришла к этому сериалу нужно поэтому вот опять же приходится повторяться мне этот сериал психолог моя посоветовала с которой мы как раз работали эти несколько недель встречались несколько раз в неделю и она сказала что когда этот сериал выходил она даже не записывала клиентов насколько ей нравились эти серии сериал называется триггер наш российский про психотерапевта ну и конечно же про тех людей которые жили на протяжении какого-то времени да кто дольше кто меньше с какой-то такой ну конкретной психологической проблемой да и как вот этот психотерапевт избавлял после одного максимум двух сеансов человека вот таких длительных страданий это конечно было очень интересно очень воодушевляюще это как раз то что мне нужно было тогда и этот сериал действительно помогал знаете как-то вдохновиться и поверить в то что мне тоже что-то способно помочь вот что есть как есть какое-то лечение которое мне тоже так же способно помочь избавиться уже тоже от моих каких-то мучений вот поэтому очень советую вам этот сериал если действительно вас тоже что-то беспокоит в вашей жизни в вашей психике если что-то вас тревожит если вас что-то не устраивает это очень крутой сериал и обязательно мне кажется какая-нибудь серия попадет в вас у меня например две серии очень четко попали хотя наверное даже три я даже брату кстати об этом сериале рассказала и он тоже его посмотрел мне первый сезон безумно понравился второй мне кажется уже более больше как-то гиперболизирован больше как-то уже утрирован за уши притянут в чем-то но вот первый сезон прям очень сильно крутой и актеры конечно потрясающе справился но и актриса тоже справилась замечательно я думаю что вы понимаете какая из если вы смотрели этот сериал причем мне его когда-то рекомендовал еще один мой знакомый но я его не стала тогда смотреть думала что это что-то очень тяжелое что-то очень такое напряжное да что это то что всковырнет во мне что-то чего я на тот момент ковырять не хотела потому что я целый год жила знаете в таком состоянии очень хорошим очень спокойным очень веселым я просто делала что мне хотела сделать и не делала что мне не хотела сделать и при этом я не ковыряла какие-то свои проблемы мне хотелось попробовать пожить вот так вот как мне будет если я не буду ничего решать ну то есть принимать каких-то вот таких вот жизненно важных решений в своей жизни, если я не буду бороться с основными проблемами, которые мешают мне жить, а просто вот поживу так, как мне хочется. И это был хороший год, прям, вы знаете, хороший, спокойный, какой-то очень умиротворяющий год в моей жизни. Но, как показала жизнь, нельзя вечно прятаться от своих основных проблем. Они придут, догонят тебя, пнут тебя и будет еще тяжелее. И пока ты пряталась, все решится без тебя. Две серии четко попали в меня. Одна серия это про отпускание мужа, да? Я думаю, что если вы смотрели, вы помните, если вы посмотрите, то вы это прочувствуете, насколько это потрясающе. Круто было сыграно и показано. Я очень эмоционально на это отреагировала, но я до сих пор не готова отпустить. Хотя уже там от меня уже ничего не зависит, но я все равно по-прежнему не могу это отпустить. Вот. Дальше следующая серия про девушку, которая была идеальной женой, да? И потеряла себя в этих отношениях. И они бегали, ее искали, по имени звали, да? Вы не видели там? И по имени звали. Да, очень крутая была серия. И еще одна серия, которая в меня попала, это про паровозик, про детскую игрушку, да? Блин, как это было здорово. Я прям так рыдала от этой серии. Брату тоже очень понравилось. Так что вот, если смотрели этот сериал, то напишите в комментариях, поделитесь. Я думаю, что нет, наверное, человека, которого бы он оставил равнодушным. Ну вот и все. Сегодня опять я наговорила надолго. Кто любит долгие мои разговорные видео, те будут рады. Кто любит короткие, по существу, будут не рады. Ну что ж, ну вот так вот как-то у нас с вами сейчас идет. Спасибо большое, что были на протяжении всего этого ролика со мной. Была очень рада с вами поговорить. Для меня это, наверное, лучшая психотерапия сейчас, разговоры с вами. Я давненько ролики не снимала, прям соскучилась. Поэтому меня это прям почему-то в норму приводит, вот такие разговоры. Поэтому прощаюсь с вами до следующего видео, но уже не за горами. Желаю вам всего самого доброго, крепко вас обнимаю, целую, очень люблю. Спасибо за то, что вы у меня есть. И прощаюсь до следующего ролика. Всем до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова